так ребята какое сегодня число не помню середина ноября 13 года значит быстренько пока начальства нету трактор типа bobcat locust 752 или этот или это цифры не знаю к нему относятся не к нему ли это инвентарный номер той конторы где мы взяли его в аренду я залепил название ничего хорошего в этой конторе не вижу так хочу очень коротко объяснить некоторые мелочи некоторые мелочи по поэтому по этой технике значит производитель там если будет видно словакия год выпуска совсем недавно locust l752 752 так значит что 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 значит так двигатель видимо трехцилиндровый я там внимательно ничего толком еще не проверил но значит открывается еще и вдобавок так это все фиксируется здесь значит топливный бак 50 литров гидравлика тоже вроде бы как 50 литров для того чтобы снять фильтр прочистить надо отстегнуть три этих хомута и отверткой подцепить вот это вот вот это вот хомут подцепляется настегивается и тогда легче вытащить снять эту крышку и легче вытащить сам фильтр потому что фильтр без этого хомута он будет тогда шататься и можно будет добраться до самого этого потому что это все мешает так дальше дальше полезем мы в кабину здесь есть один или парочка очень интересных моментов все дело в том что чтобы он нормально работал как оказалось так здесь у нас этот иммобилайзер значит ключей целая куча возле каждого замка возле каждого замка если например синенький кружочек то синенький ключик из связки и вот он красный желтый зеленый и черный черный это от бака значит ждем когда погаснет вот сейчас опять выключу значит вот это вот вот это вот лампочка на которой гаечный ключ значит включили поставили если моргает там красная лампочка если видно не видно моргает значит сначала этот иммобилайзер потом неважно иммобилайзер можно и потом потом включаем все загораются и ждем пока погаснет вот погасло и теперь можно заводить почему потому что я заметил что если сразу же заводить он потом просто перестает ехать почему-то дальше еще один очень интересный момент топлива лампочка начинает гореть тогда когда он еще показывает четверть но не переживайте ждите до нуля и потом еще час есть а то и полтора но полтора уже не рекомендую но целый час еще можно работать особо не прыгая чтобы он не захлебнулся я доработал до такой степени что он ниже нуля где-то еще почти на миллиметр был и потом поехал на заправку и залил 40 42 литра это значит там еще 8 литров оставалось но залил по самое горло что еще но по кнопкам все понятно по кнопкам тут все понятно по этим лампочкам в общем то тоже ничего особенного управление педаль 1 это значит педаль газа а вот это вот под левую ногу это педаль экстренного тормоза по кнопкам я сейчас ничего не могу сказать за исключением верхней этот самый сигнал это это все для навесного видимо оборудования плюс еще здесь кнопки по одной кнопочке ничего примитивный даже плавающая есть кнопка здесь возле замка не возле замка зажигания возле этой иммобилайзера этот все как на бобкете этот рычаг не рычаг а этот фигня это даже не знаю толком как называть дальше для тех кто хочет залезть под кабину значит вот здесь вот замки видно солнце так светит я специально дождался солнышко чтобы это самое да эти замки они сейчас открыты и так они видимо и должны быть дальше заглушим дальше берем ключи вот здесь вот поймал вот он вот он вот поближе вот он красный видите здесь замок берете красный ключ открываете после этого можно отстегнуть вот эти вот стопора с двух сторон и только после этого значит предварительно подняв конечно же стрелу и поставив стрелу на предохранительный вот этот вот красный стопор он здесь это должны все все знать на гидрошток чтобы стрела не упала дальше мы закрываем двери и просим кого-то чтоб помогли упираемся ногой здесь рукой берем сюда желательно вдвоем но можно и одному и резко на себя и в результате кабина опрокидывается сюда наперед и там под кабиной уже все открытое пространство и там один я сейчас это делать не буду там один интересный момент мне понравился дело в том что там днище как ванна такая но в ней есть отверстие для того что если вдруг потекут жидкости чтобы их можно было слить и там вы увидите такой типа тросик как проволока за его потянув наверх открываются эти отверстия сливные в днище чтобы стекло например вы потекло масло и там осталось или например вы его помыли вы его помыли и там внутри осталась куча воды и всякой грязи после того как помыли как вы дернете за этот тросик откроется как в ванной два этих клапана вот пока в общем то приблизительно все мы закрываем это очень удобно мне это очень понравилось это не обязательно там защелкивать наверное и значит этот дверь дверь здесь если открывать здесь сначала такая одна стоит и все может быть думать что она нет на самом деле дверь надо руку засунуть туда и там потянуть на себя вот и тогда она только открывается все так что еще что еще быстренько 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 что еще колес уже два два раза пробил по арматуре езжу это как вы видите для дополнительной для навесного оборудования дополнительные выводы что свидетельствует возможность под подсоединить все что угодно что связи за дополнительные кнопки и дополнительные вот эти вот выводы в том числе и электрический там есть электрический есть сейчас я наверное еще и заведу еще разочек и опущу так здесь сзади ящичек для инструментика этот шприц смазочный карманы для всяких мелочей так синий ключ сразу повернем дождемся пока погаснет можно потом включим этот заводим опускать не забывайте двери если вы забыли и завели забыли двери и начинаете опускать вы можете запрыгал непонятно не до конца было не до конца было по это очень удачный момент для тех кто может быть испугается такого вдруг не начала гидравлика значит эта фигня не было до конца опущена и в результате он вроде контакт есть а вроде его и нет и гидравлика начинает там дрыгаться значит замена ковша эти вверх оба наверх туда и меняете снимаете ковш путем выезда из него выезда из него едете одновременно гидравлика раз ну и потом меняете опять так же сам подсоедините что-нибудь другое и защелкнули вот значит соединение быстрое соединение плюс электрическое я еще на этом тракторе ничего такого не пробовал но это я думаю никаких проблем не составит вот в общем то такой трактор ок абсолютно новый я его получил и сегодня у нас четверг я получил на прошлой неделе в пятницу было 97 всего лишь 97 моточасов из практически новая вещь чистый был сейчас немножко в пыли но это ничего страшного завтра наверно сдавать будем все работает абсолютно все работает единственное только вот это вот заводил я его неправильно не дожидавшись когда лампочка я в интернете нашел лампочка это означает предпусковое что-то типа подогрева не знаю почему он работает постоянно не знаю почему он не отключается не подключается а он включен уже видимо с завода и но это буквально несколько секунд дождались пока лампочка это потухнет и завели если так не делать он вдруг ни с того ни с всего по ходу процесса перестает ехать газ полный а он просто не едет никуда это меня немножко шокировало но опыта более 20 лет на всякой разной технике разные приключения были и я быстро довольно разобрался здесь у нас что-то вроде стопора для транспортного положения его можно поднимать краном грузить и этот стопор бачок для омыва стекол для охлаждающей жидкости там под капотом сейчас уже открывать не буду вот в общем то и все ах да посчитал расход топлива посчитал расход топлива я здесь работал спокойно без перегрузок и у меня получилось не поверите два с половиной литра на час но я думаю что если хорошенечко поработать то навряд ли более трех с половиной литров получится навряд ли больше так что механик приезжал с этой конторы где мы взяли в аренду плевался на эту технику говорит понабирали дерьма всякого были хорошие у них были кейсы я тоже начинал в этой конторе которые когда только открылись они это не буду сейчас говорить название специально название залепил нехорошее у меня воспоминание о ней только начинали у них были holland и new holland и кейсы техника серьезная правда в управлении сложнее но ничего техника серьезная а этот такой бюджетный вариант но то для чего мы его взяли он с этим делом очень хорошо справляется я не рекламирую их но если у кого-то какое-то частное хозяйство какой-то хутор или что-то в этом роде и ему надо для несерьезных работ что-то типа этого я думаю что это один из оптимальных вариантов один из оптимальных что касается запчастей и всего прочего это уже не ко мне ну а так приблизительно я это дело обрисовал вот хожу хожу думаю что же я еще чтобы ничего такого не забыть ну вроде бы как все да этот самый механик из этого порекомендовал этими ключами все эти замки один потом на этот на кабину второй всеми этими замками не пользоваться вообще потому что они засираются забиваются и потом просто его в один прекрасный момент можешь не открыть ну конечно же ключ для дверей придется может быть ключ для бака еще хотя если где-то на охраняемой территории то можно ими и не пользоваться самое главное ключ зажигания он 12 вольт подключение один контакт и вот массовый контакт возле фар под под самой крышей фары все работают все включается светит как сумасшедший ничего лишнего нет ручной ручной газ спасибо ребята до свидания